Хорошее время. Я иду медленнее, чем думал. Так что посмотрим, как пойдет дальше. Давайте перейдем к седьмому стиху. Драгоценные. В котором мы имеем искупление кровью Его. Прощение греков по богатству благодати Его. В котором мы имеем искупление через Его кровь. И слово искупление, оно очень интересное на греческом. Ломбарды есть в Украине? Итак, представим, что у вас какие-то проблемы с денежкой. Но у вас вы унаследовали крутые часы. И в Америке вы несете часы в ломбард. И вы говорите, сколько ты дашь мне за часы? Часы могут стоить тысячи долларов. Но работник ломбарда говорит, 200 долларов даю. И тебе надо три недели спустя вернуться. И заплатить 240 долларов назад. И если ты не вернешься через три недели. Я забираю твои часы. И продаю их за тысячи долларов. И в Америке, если вы тот человек, который несете часы в ломбард, у вас талончик. И когда вы возвращаетесь с деньгами, вы говорите, вот талончик. И вот 240 долларов. Я хочу искупить или выкупить свои часы. И вот это слово, которое использовано здесь, как искупление, выкуп. И это слово означает, я хочу это выкупить назад. Оно было мое, обратно хочу откупить. К сожалению, так обстоятельства сложились, вынудили меня сдать эти часы в ломбард. Но я хочу их выкупить обратно. И Павел говорит, что в Иисусе, в Мессии, мы выкуплены. Мы из ломбарда забраны. Через очищение греха. Если вы посмотрите на слово грех в иврите, это слово хет. Давайте скажем хет. И знаете, у вас есть лук и стрелы, когда вы хотите стрелять. И вы натягиваете тетиву. Но стрела улетела с пути. Хет, вот это слово грех, это свернуть с пути. В Америке каждых шесть месяцев я должен пересдавать лицензию на оружие. Так как я военно обязан, и у меня есть полицейская обязанность такая. И когда я прихожу на фтир, или на стрельбище, и ты видишь, как пули иногда не попадают в цель. И грех говорит, что человек не попал в цель, он мимо прошел. И когда люди проходят мимо, сходят с пути, это очень в плохое уводит их. Позвольте дать вам иллюстрацию. Представьте, что у вас есть белая, дорогая, качественная, очень красивая рубашка. И вы взяли ручечку и поставили себе в карманчик. И вы просто ходите, работаете себе днем. И через какое-то время вы смотрите на себя и думаете, о, Боже мой, чернила пролились и залили рубашку. У кого-нибудь такое было в жизни? Хоть раз? Чернила невозможно вывести. Чернила, они просто там. И это вот так же с грехом. Грех оставляет глубокий отпечаток в разуме людей. Они заблокированы в чувстве вины и стыда. И мы становимся рабами разочарования и депрессии. И согласно нашему автору, кровь Мессии, она удаляет это. И это не религиозная традиция. Это не просто молитвы на четках, перебирания. Три Деви Марии и два Богу Отцу. Это не просто пойти и возжечь воскурение, какие-то благовония. Это не просто быть осторожным и следовать каким-то традициям. Это кровь Христа, которая дает жизнь и дает новую жизнь. И мы в нем, мы общинно, вместе, как общество идем. она вымывает все. Все преступления кровь смывает. И обогащает его благодатью и милостью. Бог, Он очень милостивый. Он дает людям перерывы. Он дает людям вторые шансы. Не так давно я ехал на полицейской машине. И навстречу мне ехал человек на очень высокой скорости. Я развернулся и включил сигнал. Я остановил его. И там был парень, и одет футболку был. Весь в татуировках. И у него даже капелька слеза здесь татуировка. И в Америке эта татуировка это означает, что ты убийца, что ты кого-то убил. Я остановил этого парня. И я подошел, попросил его права и страховку. Он дал мне карточку. Он говорит, вот права, а страховки нет со мной. Я сказал, не страшно, я пойду проверю у себя в машине. Не переживать, я вернусь. Я вернулся к своему автомобилю. Я посмотрел на карточку, которую он дал. И я понял, что это не водительские права. Это паспорт, карточка идентификационная просто. Я вставил эту карточку в компьютер. И я увидел, что его права просрочены. У него нет прав. Проверяю номер по карточке. Ввожу номер, цифры. И я вижу, что у него вообще нет страховки на автомобиль, на транспортное средство. В Техасе, если у тебя нет страховки, я прямо там должен забрать у тебя машину. Конфисковать машину. Еще больше информации вышло на экране у меня. Три города рядом в области, у них выписан ордер на его арест. У него были проблемы в одном городе, в другом и в другом. И я задал себе вопрос, что мне с ним делать? С вот этим вот преступником. И я подхожу к окошку его машины. И я говорю, сэр, позвольте мне сказать, где мы находимся с вами. Я попросил у вас водительские права. Вы дали мне свой паспорт. Потому что у вас нет водительских прав. Я должен выписать вам штраф и отправить вас в тюрьму. Я попросил у вас страховку. Вы сказали, что у вас с собой нет ее. Но у вас ее вообще нет. Я должен просто конфисковать сейчас вашу машину и выписать штраф за то, что у вас нет страховки. И он не выглядел счастливым. Он просто опускался в сиденье. Потому что вот он такой преступник, бандит. А я тут коп. И он знает, как эти игры играют. И я вот стою и разговариваю. И я сказал, кстати, еще одно. Есть три ордера на твой арест в трех разных городах. И я точно тебя должен в тюрьму отправить. И после того, как я арестую тебя, ты можешь выйти из тюрьмы. Может быть, через три-четыре недели. И ты можешь даже забрать свою машину. Это будет тебе стоить 50 долларов в день, пока она стоит. Потом ты можешь приехать в суд. И разбираться с штрафами за водительство без страховки и без водительских прав. Ну и, естественно, то, что ты скорость превысил, тоже тебе сотню долларов будет стоить. Он вообще был несчастлив. Итак, у нас ордер на арест в трех городах на тебя. И его глаза опускаются. У тебя нет водительских прав. Я не могу позволить тебе уехать. У тебя страховки нет, не могу позволить тебе уехать. И я говорю, ну, послушай, вот что я собираюсь сделать. Я вернул ему паспорт. И я сказал, сэр, вы сейчас поедете так, как будто никогда меня не видели. Я ничего не сделаю. Позвольте тебе сказать что-то. Я христианин. И Бог давал мне передышки и милость в жизни. И я счастлив поделиться такой любовью. Считай, что это Рождество в феврале. Это дар тебе. Подарок. Вот этот такой жесткий бандит. Он начал плакать. Я уверен, что его жена или девушка никогда не видела его в сказках. Ну, понимаете, такой жесткий, чернокожий мужчина-бандит. Он просто начал плакать перед лицом белого полицейского. Прощение, оно мощное. Истина в том, что мне все равно, какая у вас религиозная традиция. Вы можете носить кипу на своей голове. Вы можете носить талиты на своих плечах. Вы можете петь из седуров еврейских по субботам. Но вы все еще можете быть грешниками. У вас все еще греховная природа. И вы можете быть православным верующим. И соблюдать свои религиозные традиции в своей религиозной православной церкви. Ты можешь быть пятидесятником. Ну, у нас нет там особых учений, мы в духе двигаемся. Но есть дух, который движется через тебя. И это жизнь в теле, у которой все еще есть эта греховная природа. Но Павел говорит, что кровь Христа выкупает нас. И это та благодать, которую мы все переживаем во Христе. И он говорит, что он изливает на нас эту благодать. И девятый стих говорит, что он открывает нам тайну своей воли. По своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в Мессии. В устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Мессии. Я понимаю, что этот автор говорит здесь. Что-то есть в Христе, что собирает совершенно разных людей вместе. Есть особая благодать. Есть новая жизнь, которая доступна. И мы услышим, как автор говорит тут дальше. Одна вера. Один Господь. Одна надежда. Одно крещение. Это то, что объединяет нас. И Бог делает что-то новое в мире. Мы, люди из разных культур, собрались вместе. И согласно 10 стиху, это происходит по его плану, чтобы соединить все небесное и земное под ним. Это не имеет ничего общего с человеческой культурой. Это не имеет ничего общего с любой религиозной культурой. Позвольте мне проиллюстрировать вам. Когда мы размышляем о слове «вместе» в церкви, И это греческое слово «коинония». Это общение, собрание вместе. Вы знакомы с этим словом «коинония»? Это не религиозное слово. Это слово, которое несет в себе религиозный контекст, но оно пришло из греческой культуры. И оно на самом деле относится к копейке. Позвольте мне сказать, откуда пришла «коинония». Если вы вернетесь назад во времени в греческой истории, Греки не собрались в государство, в общество, пока не пришло персидское завоевание. Когда Персия вторглась в Грецию, они завоевали Грецию и поняли, что она разделена на множество разных штатов, таких регионов. И не было целой страны. Просто разные такие области. И вот эти города, возглавлявшие области, они воевали между собой. Афиняне воевали со спартанцами. Спартанцы воевали с Македонией. Они сражались. Они сражались за территории. Они все были обижены друг на друга за вот это. Но что-то интересное там было. Даже когда они воевали друг с другом, у них было согласие. Они понимали, что все их общество полагается на торговле. Что афиняне могут торговать. Они воевали со спартанцами. Но когда караван выходил из Афин дойти до Спарты, торговый, спартанцы не нападали на этот караван. И когда спартанцы посылали свои провизии или караваны в Афины, афиняне не грабили эти караваны. Потому что они понимали, что какая бы ни была между ними сейчас разница военная, какая бы ни была культурная разница, различия, какие бы недопонимания между друг другом они не имели, но торговля была важна для каждого из них. Чтобы продажи и торговля двигалась между ними, не поврежденно. И слово копейка или конония пришло оттуда. Это был такой социальный контракт, который говорил, какие бы ни были между нами сейчас разногласия, мы все будем продолжать вот эти взаимоотношения, взаимовыгодные. И потом, только годы спустя, слово коинония принималось в христианском применении. Это не было изначально в ранней христианской церкви. Когда христианство было в Иерусалиме, все были евреями вокруг. Одна культура. Одна музыка. Одна еда одинаковая. Тот же язык. Но когда Павел вынес Евангелие за пределы Израиля, там другие языки. Другая пища. Другая культура. Планировал ли он обратить всех их в евреев? У них была своя культура. Павел говорил, что то, что объединяет нас, это не наши традиции и культура. То, что нас объединяет, наша вера в Иисуса. Даже причина, почему мы имеем Его имя, Христос, потому что мы были искуплены Его кровью и получили прощение наших грехов по Его благодати. И мы видим, что Бог это планировал давно. И снова 10 стих напоминает нам, что все это устроение для полноты времен. И хотим обратить внимание на стих 11. В нем мы и соделались у нас наследниками, но там избраны. Но с ним мы избраны в нем. Мы избраны. Это не евреи избраны. Это мы избраны. Это не то, что Бог планировал для евреев и израильского народа. Если я правильно понимаю, с самого начала времен Господь планировал, что через Авраама все народы земли будут благословлены. И это по-настоящему исполнилось в Иисусе в великом поручении. Когда они пошли по всему миру и стали делать учеников, провозглашать Евангелие. И все эти люди, которые пережили Христа, из-за вот этого богатства, того, что они пережили Христа, они и избраны. И в нем мы избраны. Это не я избран, Равин Павел. Это не евреи избраны. Это мы вместе избраны. И это гораздо более широкое собрание людей. И мы увидим это завтра, когда мы вернемся к этому. Что мы — это евреи и не евреи, собранные вместе. Но мы были избраны и предназначены по Его плану. По тому определению, совершающего все поизволению воли Своей. Дабы послужить к похвале Славы Его нам, которые ранее уповали на Мессию. И двигаемся дальше к тринадцатому стиху. Услышав Слово Истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Руаха Кодеш. После того, как вы услышите послание Истины, услышали, И послание Истины звучит в том, что Бог так возлюбил мир, что пришел спасти этот мир. Но Он не просто в общем пришел в мир. Он не просто в еврейский мир пришел. Но Он пришел в мир евреев и греков, богатых и бедных, рабов и свободных. И после того, как ты услышал послание, которое Бог сказал, благая весть или добрая весть твоего спасения, и, кстати, по поводу слова спасения, я не знаю, как у вас в Украине, но в Америке люди говорят об евангелизме, и это хорошо. И люди говорят о завоевывании душ, о спасении душ. Используете вы такие термины, спасение душ? Мы хотим говорить людям, чтобы их души получили спасение. Что когда они умрут, чтобы они были спасены. Позвольте сказать мне, почему я не люблю этот термин. Нет ничего плохого с Ним самим, с этим термином. Но Он очень лимитирован. Иисус не заинтересован в спасении только душ человеческих. Нет того, что вот должно произойти что-то религиозное в твоей жизни, чтобы когда-то после смерти твоя душа была спасена. Это не какое-то религиозное переживание или опыт, что у тебя после смерти жизнь будет. Это переживание Иисуса, чтобы у тебя сейчас, до смерти, жизнь была. Иисус не спасает только души. Он спасает жизни. Он исцеляет взаимоотношения. Он исцеляет супружества. Он исцеляет гнев и раздраженность. Он исцеляет расизм. И национализм. И это добрая или благая весть вашего спасения. Слово спасение в греческом. Слово созо. Означает быть исцеленным. Быть целостным. Собрать себя снова вместе, как человеческая сущность, личность. Это Божья работа, которую Бог делает через Христа в людях. Люди переживают Иисуса. Потому что мы полагаем наше доверие на Него. И все мы, со всеми нашими различиями, у нас тот же Дух Святой у каждого. И вот почему это имеет смысл для вас. Я не знаю людей имен, ваших имен. Я не знаю культуры. Я не знаю языка. И у меня есть предубеждения по поводу Украины. Я приехал из еврейской семьи. И я знаю, что было во время войны. Евреи имели очень нехороший опыт здесь и переживания на Украине. Очень плохие переживания. Я хочу сказать, что Холокост здесь был в Украине ужаснее, чем даже в Польше и Германии. Потому что 1 миллион и 300 тысяч евреев погибло, евреев здесь, в Украине умерли. Они были каждый застрелены. Не было никаких еще машин, поместить их в газовые камеры. Закрыть их, отправить их поездами. Отправить их в лагеря. И потом их в рабские лагеря на работы отправить. Там были эти индустриальные машины, машины убийства, которые убивали их. И также они посылали их на тяжелые работы, и они и там умирали. Была организация, это была структура. Причина, почему я считаю, что Холокост в Украине был еще страшнее. Потому что каждый был застрелен лично. Не было никакой машины. Люди просто убивали евреев и бросали их в канавы. И забирали их дома. И это так легко происходило. И, конечно, Гитлер мог сказать, послушайте, это же легко сделать, решить этот вопрос. И после вот этих массовых убийств здесь, в Украине, он и запустил эту индустриальную машину смерти там, в лагерях. Позвольте мне спросить вас, что? Даже вот после этого описания. Вы должны ответить себе самому в сердце. Скажите, вы чувствуете, что я зол на Украину? Что я пришел с таким предвзятым отношением? Я говорю, что я не знаю украинцев. Я не знаю людей, к которым сейчас обращаюсь. Я не знаю языка. Но истина в том, что я знаю Иисуса. И вы знаете Иисуса. И то, что я говорю, если оно попадает к вам, касается вас. Потому что тот же Иисус обитает в вас. Который обитает во мне. И нам даже не надо знать язык друг друга. Мы не обязаны знать культуры друг друга. Потому что есть что-то большее, чем просто язык и культура. И Павел говорит, если вы слышали послание истины. И запечатаны Духом Святым. И он, тот, который Иисус, есть залог нашего наследия. Для искупления удела Его. Это говорится, что через опыт, через переживание с Иисусом. Тот Иисус, который проявляется, когда верующие собираются вместе для поклонения. Что-то новое творится. И это в Духе. Мне не нужно знать твое имя. Мне не нужен язык. Мне не нуждаюсь знать вашу культуру. Может быть, эмоционально у меня будут проблемы с культурой. Но вы пережили Иисуса, и я пережил, и мы стали чем-то новым. Я пережил, стал чем-то новым, вы пережили Иисуса, и стали чем-то новым. Закончим до 23 стиха. Дойдем? Ну, потом разберемся с вопросами, если будут они. И я очень хочу, чтобы вы мою супругу услышали. Мою красавицу, жену, и внутренне красивую, и внешне. Пятнадцатый стих. Посему и я, услышав о вашей вере в Иешуа Мессии, и о любви ко всем святым. Что это означает, любовь ко всем святым? Во всех их различиях. Во всех разных людях. Мы не русские националисты и рационалисты. Если вы посмотрите на церковь, она не политична. Снаружи вы можете вот это все увидеть, столкнуться с этим. Есть пути, как люди относятся друг к другу и решают вопросы. И там решается, у кого силы больше. Кто что контролирует. У кого деньги. И вот там выясняют отношения, как люди разбираются друг с другом. Когда вы проходите через эту дверь, здесь нет никакой разницы. Никого не волнует ваши деньги. Никого не волнует, приехали вы сюда на Мерседесе или пришли пешком. Никого не интересует, сколько денег в вашем кошельке. И не важно, называть меня доктором или профессором. Может быть, на одном уровне это означает быть профессором. Но мы все люди, братья и сестры. Во всех наших различиях, разнообразиях. Разные личности. Разное прошлое. Разные проблемы. И мы все избегаем, выпрыгиваем из наших проблем. У нас были плохие отношения с людьми, опыт. У нас предупреждения есть. Мы предупреждения. Предупреждения. Но Павел говорит, когда он говорит ефесянам, он говорит, я услышал о любви ко всем кедышим, ко всем святым. И он говорит, 16 стих, «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». Чтобы Бог, Господа нашего, Ишуа Мессия, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. И просветил очи сердца вашего. Это очень интересное выражение. Чтобы были просветлены очи сердца вашего. Позвольте мне проверить. Там глаз нету. Нету глаз там. Слышали ли вы выражение, «Пригласите Иисуса в ваше сердце?» Кто слышал это? Если у вас была пересадка сердца, сделано, то вы попросите его в новое сердце войти? Еще раз сделать. Есть такое маленькое отверстие слева в клапане, что вот когда вы просите, он туда входит. Я не думаю, что оно так. Моя супруга Берри, мое сердце тебе. Это красиво. Поговорим о так позже сегодня вечером. Не сейчас. Это помпа. Это все, что оно есть. Это помпа. Это помпа. Оно просто вот так вот все работает и качает. Пу-бум, пу-бум, пу-бум. Там нет памяти. Там нет чувств. Это помпа ради Господа. Это помпа. Я странный человек, со мной тяжело работать. Но она справляет. Здесь говорится, глаза вашего сердца. Что этот язык пытается нам сказать? Знаете, древние, они знали, что сердце гоняет кровь по телу. Но здесь люди, они не были докторами и медиками. Они не были кардиологами. Это был доисторический мир, до ученых. Но они могли быть солдатами. Они знают, что когда солдаты сражаются мечом, копьем или ножом, если попасть, то они истекают кровью. И они знают, что источник жизни соединен с кровью. И они понимали, что какая-то есть помпа, которая гоняет вот эту всю кровь вокруг. Поэтому, скажем так, сердце — это центр жизни. И жизненных сил. И здесь говорится, пусть глаза вашего сердца будут открыты. Чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. В чем состоит надежда призвания Его. И какое богатство славного наследия Его в святых. Это глаза. Он говорит, я хочу, чтобы вы знали что-то глубже. Мы завтра посмотрим, как эфесяне сражались. Когда они сражались в перепалках евреи, мы лучшие или мы лучше. Вы просто язычники. А христиане, язычники говорят, слушайте, послушайте, кем вы себя возомнили тут? Со своими еврейскими традициями. Эти люди притирались, не смогли сразу сойтись. И это была борьба между классами и между этими двумя народами, которые дальше мы увидим в письме. И Павел говорит, моя молитва, я молюсь за вас, чтобы глаза вашего сердца были открыты, чтобы вы видели гораздо глубже, чем видите сейчас, что означает быть христианином. И чтобы вы имели надежду этого призвания. Я вот заканчиваю сейчас и хочу немножко поговорить о призвании. Потому что причина, почему я здесь стою сейчас. Я был молодым парнем, который вычухивался от наркотиков и от того, что был неудачником. Я сидел на заднем ряду в церкви. Меня пригласили выйти вперед, и был человек, который учил Слову. И я услышал внутри себя то, что я распознал, как призыв от Бога. Я чувствовал, что Бог призывает посвятить сейчас свою жизнь на то, чтобы убирать пол и ковры и все покрытия. И нет ничего неправильного убирать в офисах. Если вы здесь те, кто убираете, я не хочу никого из вас обидеть. Но есть проблема, если вы убираете офисы и занимаетесь уборкой, а Бог призывает вас делать что-то другое. Я сидел в конце церкви и почувствовал призыв. И я покинул это собрание в новом направлении, приняв новый шаг в своей жизни. Я провел conversational with leaders in my church, about what I needed to do to begin to prepare for ministry. И после этого я встретился с лидерами этой церкви, советовался, какое принять решение, что делать, чтобы дальше учиться своему призванию. И я принял шаги, я начал делать шаги, которые помогли мне изменить курсы, направления в моей жизни и пойти в другое направление. Потому что я услышал призыв. Зов с латинского Слово vocatio И из слова vocatio произошло английское слово голос. Is it like this in Ukrainian? I don't know. Нет, it's different. Yes, but in English, the word calling People will say, what's your calling? What's your vocation? И люди у нас спрашивают обычно, какое твое призвание? Do you have a word vocation? Какая твоя профессия, иногда спрашивают? Profession is what you have, okay. Well, the word vocation in English, it's, well, you're a teacher, you're a bus driver, you're a policeman, this is my vocation. Твое призвание профессия, род занятий, оно означает, что ты учитель или ты водитель автобуса. We call it vocation. Мы называем это род занятий. There can be another word profession. Или другое слово профессия. Profession is what do you profess? То, в чем ты как бы профессионал, то, что ты провозглашаешь. То, чем ты занимаешься в жизни, то, что ты вот исповедуешь, провозглашаешь в жизни. Well, I'm professing, I'm saying I want to be a soldier, I want to be a bus driver, I want to be a teacher. This will become your profession. И это станет вашей профессией. В английском мы используем это слово. Но также используем слово род занятий. И слово род занятий приходит от латынского vocatio. И с английского слова vocatio оттуда и получилось слово голос. Другими словами, вы услышали что-то внутри себя. Глубоко внутри себя, что призывает вас. Этот голос, он там. И если этот голос сейчас в вас. Даже несмотря на то, что я не говорю на вашем языке. И даже несмотря на то, что я странный парень. И может быть, вам полицейские вообще не нравятся. Или сумасшедшие еврейские профессора не нравятся. Если есть у вас этот голос внутри. Этот голос внутри вас соединяется с голосом внутри меня. И это не вопрос наших культур. Это вопрос того, что мы переживаем Духа Святого. И мы знаем Его зов. И Павел говорит, молюсь, чтобы вы видели это. И чтобы к завершению. Возвращаясь к вопросам Валентина. Есть что-то из того, что мы услышали, что можно применить в нашем мессианском еврейском сообществе? Могут неевреи быть лидерами в мессианских общинах? Важно ли именно быть евреем, чтобы быть лидером в общине Божьей? Ответьте сами на эти вопросы. Согласно вот этому, пока мы до сих пор прочитали. Если кто-то таки еврей. Они должны откинуть все свое еврейство и делать что-то ортодоксально-православное, чтобы доказать, что значит быть христианами? Или они просто могут продолжать быть теми, кем они являются в своей культуре? Согласно тому, что мы прочитали, если вы не евреи. Кто чувствует зов, призыв стоять на той же стороне с евреями заодно. Должны ли они притворяться евреями и становиться евреями, чтобы соблюдать все это? Я думаю, что хорошие вопросы. Слушайте, если не евреи притворяются быть евреями, евреи, которые настоящие придут, они разоблачат вас. Ваш еврит будет не соответствовать произношению. И традиции будут не так сделаны, как они делаются с тех лет, как они растут. И они скажут вам просто, послушай, кем ты себя возомнил? Но если не евреи любят евреев и любят все еврейское, и вместо того, чтобы чувствовать нужду стать евреем, или притворяться евреем, если они просто встанут и скажут, я просто хочу стоять рядом с евреями, потому что Иисус был евреем, и потому что Новый Завет написан евреями, и потому что здесь, в Украине, евреи выстрадали, потому что христиане не стали рядом с вами. Поэтому я, как не еврей, хочу стоять с вами, евреи. Евреи посмотрят на это, и они скажут, это настоящее. Это сильно. Это красиво. Где ты был несколько поколений назад? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Но я знаю, что я очень рад, что ты здесь и сейчас. Скажи, откуда ты взял эту любовь? Где ты увидел эту красоту? Столько любви взял? Я встречаю очень много религиозных людей по всему миру. Но я не встречал такого, как ты. И тогда вы можете свидетельствовать. Тогда вы можете говорить и делиться тем, что Бог сделал в вас. Как вы отдали жизнь Господу. И как начали изучать Писание. И вы увидели, что Писание говорит по поводу еврейского народа. И в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И вы знаете историю евреев по миру всему. И вы просто хотите стоять на их стороне, рядом. И это красиво, это ценится ими. И мы увидим, как это Павел дальше описывает. И если я не сильно утомил вас, завтра вечером мы еще больше проясним это. Но сейчас я хочу, чтобы у вас была возможность услышать от моей красавицы-жены. У нас есть 15 минут. Спасибо, Папа. Спасибо, Абба, за эту привилегию. Спасибо, Папа. Спасибо, Отец, за эту привилегию. Будьте здесь. Боже, спасибо, что довел нас до этого момента. Безопасно привел нас сюда. Из-за наших замечательных гостеприимных друзей. Из-за нашего переводчика, из-за всех святых, которые сидят в этой аудитории. Во имя Ишуа, аминь. Я поделюсь несколькими стихами всего лишь. Но перед тем, как делиться, я всегда рассказываю свое свидетельство. Чтобы вы понимали, откуда мы приехали, и чтобы вы могли слушать нас, принимать от нас. Попытаюсь коротко. Я выросла в Миссури, в Канзас-Сити. Это центр Америки. Папа и мама были евреями. У меня трое младших братьев. Я была выращена в любящем доме. В моральном доме. Моральном, культурном. Но мы были такими евреями по праздникам. Папа был из ортодоксальных. Мама была более из либеральных евреев. И мы всегда праздновали праздники, но никогда не молились. Мы праздновали Шаббат. Каждую пятницу вечер. Но меня никогда не учили о личном Боге. У меня впечатлил фильм «Иисус Христос – суперзвезда». Про Самсона и Далилу. И вот такого рода фильмы меня впечатляли. Библейские. Я поступила в колледж, и у меня курс был «Сократ и Иисус». И я начала изучать на этом курсе Библию. А после того, как закончила, Библия оказалась на полочке. В 1976-м я переехала в Техас. В 1980-м я продавала принтеры, копировальные машины. И после того, как я входила в офис и предлагала свою продукцию, еврея пригласила, я зашла в один офис, и еврей пригласил меня на ланч. В те годы было очень мало женщин в таких прямых продажах. И этот мужчина, их двое было, они очень приятно ко мне отнеслись, и я согласилась пойти с ними на ланч. И у моего двоюродного брата был колбасный магазинчик на углу, недалеко от их офиса. И братья, мы пойдем туда. Мне предложили туда на ланч пойти. И они меня спрашивали, ты еврейка? Ну, тут же деликатесы, вот все эти колбасные дела. And one of the associates, who has your coloring, the fair and the blue eyes, the fair hair, blue eyes, один из них был помощником голубоглазый, и брюнет был. Said, Larry is a messianic Jew, and he had the fair hair also in the blue eyes. И сказали, он мессианский еврей, и у него тоже были голубые глаза и черные волосы темные. И я сказала, странно, но ты не выглядишь, но как еврей. Вот я. He says, yeah, I'm a messianic Jew. I said, a what? И он говорит, да, но я мессианский еврей. Я говорю, что? О чем ты говоришь? He said, I'm a born again Jew. Он говорит, я рожденный свыше евреи. I said, tell me about it. И я сказала, а ну-ка расскажи мне об этом. Over lunch, he shared with me his testimony. И в течение ланча он поделился своим свидетельством со мной и одним стихом из Библии. Исаия 53, 6 стих. All of us like sheep have gone astray. Все мы блуждали как овцы. Each of us has turned to our own way. Каждый сбился на свой путь. But the Lord has taken the iniquity of us all on him. Но Бог возложил на него грехи всех нас. I got saved. Я получила спасение прямо тогда. Прямо там. В деликатесной моего двоюродного брата Дух Святой прямо там прикоснулся ко мне и захватил меня. I thought everybody got saved like that. Я думала, что все так спасаются. It changed my life. Это изменило мою жизнь. I had a broken moral compass. У меня был сломанный моральный компас. But Jesus made me kosher. Но Бог сделал меня kosher. Иисус сделал меня kosher. I never married. Я никогда не была замужем. И я знаю, что, скорее всего, в этой комнате есть люди, которые никогда не выходили замуж, не женились, или разведены, или не имеют отношений. И я хочу сказать вам, я знаю, как это. Я знаю, что такое быть одиноким. Год за годом. Все праздники за праздниками. Каждый день Валентина. Но я хочу принести вам кусочек ободрения. Это сработало со мной, и я считаю, что это может сработать у нас. Это возрастать в близости с Иешуа. Может быть, завтра я поделюсь чуть больше своей историей, но... И 18 месяцев назад мы поженились, и Бог привел моего мужчину ко мне в жизнь. И это был однозначно Господь. Besheret in Hebrew. Besheret — это... It's a word. Наверняка, точно. Yeah, no, besheret in Hebrew. It means it's meant to be. Предназначенный. Вот тот самый. So I'll share more about my history and things like that, and what I did, and what brings me here. But... Своей историей чуть позже поделюсь, может быть, завтра. Но сейчас... I want to leave you two verses that... I always... Really three. Romans 26. Chapter 2. Вторая глава. 26-й стих. Before I married and moved to Texas, I lived in Atlanta, Georgia. I lived in Atlanta, Georgia. Not Georgia, the country. Soviet Georgia, but Atlanta. Не в Грузии, а в штате Джорджия, в Атланте. I had to learn where Georgia was, in this side of the world. Я поняла, что есть еще одна Грузия, но Georgia звучит на английском, в другой стороне мира. And I taught Sunday school for adults for 15 years. Big Sunday school class. У меня была воскресная школа для взрослых. This Jewish girl taught in church, okay? Sunday after Sunday. В воскресенье за воскресеньем, женщина... Я еврейка учила в церкви воскресенье за воскресенье в большой класс воскресной школы. And there's one thing that I continue to repeat. И одна вещь, которую я постоянно повторяла. That verse 26. 26 стих. Итак. If therefore the uncircumcised man keeps the requirements of the law will not his uncircumcision be regarded as circumcision and will not he who is physically uncircumcised and is full... It's 27. Исполняющий закон if he keeps the law 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 will he not judge you who through having the letter of the law and circumcision are a transgressor of the law and circumcision and these are my two favorite verses for he is not a Jew who is one outwardly and дальше мои два любимых стиха ибо не тот иудей кто таков по наружности and neither is circumcision that which is outward in the flesh and neither is circumcision that which is outward in the flesh and this is Paul he is a Jew и это Павел пишет и он еврей who is one inwardly тот который был внутри точно and circumcision is that но тот иудей кто внутренний натыков which is of the heart и то обрезание которое в сердце по руаху по духу не по букве and his praise is not from men и ему и похвала не от людей но от Бога the Hebrew word for Jew is Yehudi и еврейское слово для еврея Yehudi praiser of God хвалящийся Богом the true Jew is most likely not the one who is at the wall не тот который стоит у стены и отбивает поклоны it's are you looking at the word it's a true Jew whose heart is circumcised and his praise is not of men but of God и он в похвала не от людей но от Бога такому thanks спасибо more later чуть позже будет больше